здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня хочу рассказать о том как манипулирует немножечко цифрами разные фирмы и в том числе банки ну наверное вы постоянно смотрят слушаете рекламу или смотрите и всегда складывается ощущение что цены постоянно падают вот падают падают но почему то блин сказать они в результате становится больше как так получается и банки в том числе тоже самое также немножечко манипулируют они не обманывают ну например банк говорит что если вы положите нам деньги на депозит мы вам дадим аж там 6 процентов годовых 7 процентов годовых там 8 процентов на депозит и вроде бы это много а когда банк берет с вас комиссии он говорит там ну комиссия там пол процента один процент полтора процента минимум 150 рублей или там минимум 50 рублей на самом деле где привирают кажется что создается впечатление что банк такой щедрый он дает 7 процентов и банк еще может сказать что если вы положите 100000 что у вас на счете прибавится 7000 рублей при 7 процентов годовых и это действительно так а если вы платите скажем 250 рублей то что это такое 50 рублей комиссия вот но на самом деле давайте разберемся дело в том что масштабы разные вот в чем дело это все равно что сравнивать там 120 километров в час и 120 метров в секунду это разные абсолютно величины и здесь просто надо привести к общему знаменателю как бы то есть если вы если мы считаем что сколько процентов годовых давайте в годовых если считаем сколько процентов за день да давайте считать сколько процентов за день и так давайте посчитаем ли там 6 процентов годовых сейчас вот средняя такая ставка по депозиту а комиссия который берет банк она берется за день то есть сразу за один день банк берется вас комиссию давайте посчитаем сколько же банк дает нам комиссии за один день и так включаю калькулятор и получаем 6 процентов делим на триста шестьдесят пять дней в году получается 0.0 сто шестьдесят четыре процента а банк берет давайте вспомним сколько ну скажем один процент за перевод узнаем насколько во раз это больше один поделить на поделить на 0.0 сто шестьдесят четыре равно в шестьдесят один раз один процент комиссии в шестьдесят один раз выше чем процент годовых в шестьдесят один раз вы можете сами это проверить потому что процент который дает банку на дает он тоже дает в день но вот он именно так считает процент годовых делим на триста шестьдесят пять дней вот и поэтому банк немножечко лукавит конечно он берет с нас грабительские проценты и когда берут опять же минимум 50 рублей то скажем вот вы платите куда-то 250 рублей оплатите сколько 300 рублей давайте посчитаем сколько вы заплатили комиссию по отношению к общему долгу к тому что вы платите и так 50 делим на 250 250 20 процентов комиссии в день если это умножить на триста шестьдесят пять дней в годовых переведем 20 умножить на триста шестьдесят пять 7300 процентов годовых вот так понимаете чем меньше сумма платежа а банк берет говорит ну минимум 50 рублей я понимаю банки их и им надо содержать персонал операционистов и поэтому они берут комиссии но ребята вот с тех пор как я это прочитал я выбираю исключительно банки которые не берут комиссии потому что за что брать потому что если я делаю платежи через интернет то комиссии нет за что брать потому что нет операциониста некому платить понимаете просто некому они берут все равно например сбербанк берет там пол процента по моему или 1075 за перевод просто и сбербанка в сбербанк но в другой регион сбербанка ну чудовищно а я уж не говорю про переводы клиентам других банков на карту например да там полтора процента банковские переводы полтора процента то есть я о чем забочусь я всем рассказываю что надо брокерские счета заводить ценные бумаги вкладывать брокерский счет на брокерский счет можно деньги перевести только банковским переводом а банковский перевод пожалуйста со сбербанка полтора процента поэтому я говорю ребята тинькофф не берет никаких процентов за банковский перевод рокетбанк не берет никаких процентов за банковский перевод но у рокетбанка ограничения 5 переводов в месяц вполне достаточно у тинькова нет ограничений какие еще банки но посмотрите просто на свой банк я просто не в курсе там по другим банкам но таких есть много банков вроде бы мне пытался чтобы ну рекламу скидывал псб банк там тоже нет вроде бы банковских процентов нет и psb очень надежный банк то есть сверхнадежный теперь уже после того как санацию объявили он стал оборонным банком вот и просто поинтересуйтесь какие комиссии берет банк и если ваш банк берет комиссию блин ребята заводите тиньков или рокетбанк если у вас редко вы не собираетесь пользоваться карточкой постоянно то наверное рокетбанк будет лучший вариант все-таки потому что пять операций в месяц вполне достаточно зато ничего не платите абсолютно у тинькова придется платить ежемесячную плату вот поинтересуйтесь просто у своего банка сколько он берет комиссии и никогда не платите комиссии старайтесь не платить тинькова можно пополнить в любом банкомате в любом салоне сотовой связи да и банкомата многие тоже пополнять тинькова без комиссии вот рокетбанк тоже можно пополнить и без комиссии до пяти раз в месяц тоже без комиссии аналогично как тинькова в любом банкомате через вообще массу вариантов вот очень хорошие банки чего не скажешь а сбербанка сбербанк можно пополнить без комиссии в любом месте в любое время это понятно вот но комиссию за перевод он возьмет а здесь не берут думаете надеюсь эта информация была полезна с вами был демитков юрий до встречи